В Бресте состоялся пленэр «Столб Берестейский», посвященный преподобному ученику Афанасию Гумену Брестскому. Белорусский город встретил художников-профессионалов из разных уголков страны. Они с трепетом откликнулись на приглашение поучаствовать в недельном форуме, посвященном юбилейным датам – 1035-летию Крещения Руси и 375-летию мученической кончины преподобному ученика Афанасии. Первый творческий форум «Столб Берестейский» стартовал с 26 июля на базе Рождества Богородицкого женского монастыря в Брестской крепости. По благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна, 17 художников-профессионалов прибыли по приглашению из Гомеля, Гродно, Витебска и Бреста к поиске художественных образов жизни православной церкви земли Берестейского древностью до современного времени. Преподобному ученику Афанасии уже нету 375 лет, а память о нем живет. Мы должны эту память сохранять во всех возможных его ракурсах. Иконопись – это служба богослужения, посвященная преподобному ученикам, это свое обращение в молитве к нему. А почему бы там изобразить эту красоту нашего преподобного ученика, его подвиг, его силу духа, его стояние в вере и хранение православия. И это сохранится как история на века для других поколений. По христианской традиции любое благое дело начинается с молитвы. Главное в любом начинании – добрые помыслы и вера в душе. Экскурсия перед началом работы, организованная Брестской епархией, познакомила участников творческого форума с историей жития святого Афанасия Брестского, преподобному ученику Собора Белорусских Святых, а также духовного покровителя Рождества Богородицкой обители в Брестской крепости. Я очень благодарна, что меня сюда пригласили, потому что здесь мое детство прошло, и я с отцом ходила на пленеры лет 17-18 перед академией. И как бы красота невероятна и ощущение благодати. Так что черпать буду силы. 2 августа, когда церковь празднует обретение мощей преподобного мученика Афанасия Брестского, горожане-гости города Бреста смогли увидеть результат пленера «Столб-Берестейский». На сентябрь месяц у нас еще планируется выставка, которая будет проходить уже в юбилейное время. А сейчас, сегодня у нас такая выставка пленерных работ. То есть работы еще не закончены, это еще вот такие наброски контуры, но уже художники желают показать, что они сотворили. Локации пленера – это прежде всего Святорождество Богородицкий монастырь, это монастырь Свято-Афанасийский и собор, кафедральный собор преподобного Семена Столб-Береста. Эти три локации как раз художники работали. Все эти три места очень тесно связаны с жизнью и творчеством преподобного мученика Афанасия Брестского. Где-то он подвязался, где-то лежало его нетленное тело, где-то уже находится храм-памятник в честь него. Семьи и художники, среди которых архитекторы, дизайнеры, историки, преподаватели, создавали картины в живом и динамичном окружении при естественном свете и в естественных условиях. Особое внимание привлекли работы в станковой живописи художника Арсения Дворонина из города Гомеля. Автор изобразил образ святого на символическом золотом фоне в небесном окружении с разрывами темных красок, что символизирует трагичность бытия. Я попробовал в этой картине, в портрете, показать его веру, несгибаемость его в православии. Его суровость, его непоколебимость, вера, неподкупность. Я прочитала жития Афанасия Брестского. Мне настолько поразил его подвиг, что он юродствовал, чтобы спасти здесь веру православную. Что он ходил на сеймы к королю, что он пошел в Москву к Михаилу Федоровичу, чтобы ему рассказать о том, что происходит здесь. И сколько он претерпел мук, но как он сохранил дух бодрый. Кто нас видит? Каждого из нас прям с небеси. То есть мы в Бресте куда-то ходим, в магазин, на работу. У нас что-то происходит в жизни, а он у нас молится. Впереди у участников еще кропотливая работа мастерских по созданию доработки шедевров, отражающих житие и подвиг преподобного ученика. Официальная выставка запланирована на сентябрь 2023 года на период юбилейных торжеств в городе над Бугом. Александра Бабичева, Андрей Василевич, Ольга Василевич. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Брест. Беларусь.